Наклоны, растяжки. Каждое занятие участники проекта «Физическая культура. Залог долголетия» начинает с разминки. Вот уже три месяца они занимаются различными видами оздоровительных упражнений – ушу, йогой и суставной гимнастикой. Мы провели анкетирование, и в итоге практически все 100% людей имеют положительные эффекты от этих занятий. В основном это увеличение работоспособности, улучшение общего самочувствия, улучшение состояния суставов, нормализация артериального давления. Палки в руки и вперед. Ко Всемирному дню сердца участники проекта провели акцию «Тропой здоровья» с мастер-классом по скандинавской ходьбе. Свежий воздух и активное движение в первую очередь направлено на профилактику сердечных недугов и способствует снятию стресса. Тут 90% мышц задействованы по скандинавской ходьбе, и мало ложится нагрузка на коленные суставы. В основном на верхние конечности, на руки, на шейные и на спину, на мышцы спины. Для страдающих артритами, артрозами и с позвоночниками, поясничные, грудные, шейные, грыжи. У меня специализация в этом отношении по ушу. Вот эта скандинавская ходьба – это, так сказать, дополнение, огромнейшее дополнение. Те люди, которые с суставами болеют, начинают работать, а потом, когда начинаем ходить, в принципе, начинают расхаживаться. Получить рекомендации по двигательной активности можно в Центре здоровья по адресу Жердева 100, телефон 452851. Мария Токмакова, Виктор Иванов, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова